Это самое большое хранилище чучел млекопитающих. Мы ведем съемку на камеру с обзором 360 градусов, поэтому вы сами можете двигать изображение и посмотреть все уголки, куда вы хотите заглянуть, а я вам в этом как обычно помогу. Здесь находится больше тысячи млекопитающих. Это самое большое хранилище. Крупные, как видите, медведи, жирафы, стоят лошади и даже слоны. Это маленький слоненок новорожденный. Он родился в московском зоопарке в 72 году и сразу же погиб после рождения. И вот сейчас до сих пор он работает, продолжает работать в музее, уже музейным экспонатом. Чучело среднего размера находится на вот таких стеллажах. Их здесь довольно много. Каждый стеллаж имеет опись. Вся информация о месте нахождения чучела у нас находится в компьютере и любое чучело в любой момент мы легко находим, чтобы использовать его на на выставке или для научных исследований. Это огромное количество чучел одного, казалось бы, вида позволяет нашему музее показать потрясающую природную изменчивость таких очень обычных, казалось бы, видов. Вот здесь вы видите с одной стороны волки. Они такие огромные, северные, сибирские волки, которые отличаются краской, длиной шерсти. Много по каким параметрам отличаются. Относятся к разным подвидам, к разным популяциям. С другой стороны, можно посмотреть множество чучел лис. Здесь лисы есть и из природы. То есть, именно такие, которые обитают в различных частях своего огромного ареала. Так и лисы, полученные искусственно звероводами на пушно-меховых фермах. Так и лисы, полученные искусственно звери. Шкуры пушных зверей поступали в наш музей главным образом из холодильника «Союз пушнины». Была такая организация, она существует и до настоящего времени, под другим названием. Она собирала со всей территории России и вообще территории Советского Союза всю пушнину, добываемую охотниками, а также шкурки, полученные в звероводческих хозяйствах. Все это централизованно обрабатывалось и продавали за валюту, чтобы пополнить бюджет страны. Такие непростые очень времена. Наиболее уникальные образцы, оклоняющиеся животные необычной окраски, или выдающиеся представители того или иного вида, или породы, попадали в наш музей. Здесь из них изготавливали чучело. Таким образом была собрана эта уникальная коллекция. Вы можете посмотреть многочисленных лис и песцов, двух одинаковых вы найти не сможете. Это показывает, насколько пластична природа и как может по-разному выглядеть представитель даже одного и того же вида, в зависимости от сезона, места обитания, времени и многих-многих других факторов. Здесь также, посмотрите, интересное животное росомаха. Это самый крупный представитель куньих. Все знают хорька, например, или куницу, барсука. Вот росомаха, такой менее популярный зверь, хотя и очень интересный. Здесь вы видите росомаха обычной окраски, а здесь же рядом две росомахи-альбиноса. Вообще у нас их пять, росомах-альбиносов. Две из них на этой полке, еще три на другой. Внизу, если говорить о времени изготовления чучел, вот эти играющие лисята, работа знаменитого мастера, основоположника Московской школы таксидермии, Федора Карловича Лоренца, который скончался в 1909 году. Так что чучела эти еще более старые. Видите, им уже больше ста лет, но они в замечательном состоянии дожили до наших дней. Я думаю, еще много-много лет они будут стоять, а мы постараемся их сохранить. Сохранить чучел очень непросто. Часто возникают вопросы, как удается их сохранить, потому что часто даже не верят, что вот такой вот песец, например, ему уже больше 80 лет, этому чучелу. Знаете, как трудно сохранить шубу или валенки, довольно быстро их съедает моль. Если не следить, или они изнашиваются. Поэтому вот есть целая наука о сохранении, о консервации естественно-научных предметов. И мы, конечно, осуществляем целый, очень большой комплекс мер для сохранения чучел. Прежде всего, поддерживаем температурно-влажностный режим, ограничиваем посещение. В этом хранилище не бывает людей, кроме хранителя. Здесь специальные условия. И, конечно, постоянно боремся с насекомыми. Причем не ждем, когда уже что-то начнет кого-то есть. У нас есть регламентные мероприятия, протравки, которые мы проводим два раза в год. Связываем это с началом и концом отопительного сезона, как дремлющие стадии. Насекомых в этот момент получают толчок для своего развития. Применяем для протравки синтетические перитроиды. Очень хорошо они действуют, при этом относительно безвредны для теплокровных животных. И очень губительны для хладнокровных, в том числе и насекомых. Кроме того, промораживаем минус 30 градусов в течение двух суток. Убивает все личиночные стадии яйца насекомых, которые могут повредить нашим экспонатам. Субтитры создавал DimaTorzok Крупные животные, негабаритные, размещены на стеллажах. Приходится, конечно, тут каждый буквально кубический сантиметр использовать для того, чтобы размещать экспонаты. Здесь вы можете увидеть очень много всего интересного. И вот такое расположение на стеллажах, оно напоминает загадочную картинку, где нужно найти какой-нибудь предмет. На самом деле здесь ничего сложного нет. Все экспонаты внесены в описи, в компьютерные базы данных. И я, как хранитель, в любой момент могу найти любой экспонат, где он находится. Есть и такие курьезные объекты, как, например, вот этот двухголовый теленок. Такие телята рождаются не так уж и редко на фермах. Но, как правило, они рождаются уже мертвыми или быстро погибают. Потому что у них из-за такого сращивания двух зародышей очень сложно срастается система внутренних органов. И, как правило, не позволяет с этими дефектами, не удается им выжить. Вот такие диковинки, уголовые телята чаще всего попадают в музеи. Но, как правило, хранятся в спирту и выглядят не так естественно, как вот такое чучело. Внизу, если заглянете, увидите биогруппу, где харза нападает на пятнистого оленя. И те, и другие обитают на Дальнем Востоке нашей страны. Очень интересные представители фауны более южной. Здесь же тигры, гепарды и очень много разных интересных объектов. Можете сами посмотреть, как тут много всего. И в таких самых необычных сочетаниях здесь соседствуют белые медведи-корова, каракал и красный волк, горилла и ленивец. Многочисленные медведи. Удивительные создания вроде гигантского ящера или панголина. Попробуйте навести на них свой взгляд и отыскать здесь, например, уникального белогрудого медведя, частичного альбиноса, у которого лапы до половины морда белые. Что совершенно нетипично для этого вида. Или найти представителя уникальной породы домашних животных, якутскую корову, которая при потрясающих каких-то сильных морозах вполне может выживать под открытым небом. Продолжение следует...